Ко дню памяти жертв политических репрессий в Санкт-Петербурге открылась выставка «Жизнь как подвиг», посвященная выдающемуся общественному деятелю, просветителю и проповеднику, протерею, философу Арнацкому. Экспозиция разместилась в Санкт-Петербурге в здании Российской национальной библиотеки. Тему продолжит наш следующий сюжет. Жизнь как подвиг философа Арнацкого – тема для Петербурга не новая. Во второй половине октября эта фигура неизменно возникает в сонме новомучеников и в связи с Днем памяти жертв политических репрессий. Настоятель храма Андрея Критского и Казанского собора был известен не только в Петербурге, но и во всей России своей деятельностью в области педагогики, публицистики и издательского дела. Он принимал активное участие в устройстве ночлежных домов, сиротских приютов и богоделин. Служение отца философа Арнацкого было не только внутрицерковное. Это была огромная общественная деятельность и огромный след он оставил и в культурной жизни Санкт-Петербурга. Эта тема еще мало исследована и мало открыта, но мы, общаясь с представителями культуры нашего города, везде находим следы той самой деятельности. Он заложил основы многих-многих начинаний. В том числе он создавал и библиотеки. Библиотеки, доступные для народа. И поэтому, наверное, не случайно, что выставка открывается и здесь, в Российской национальной библиотеке. Выставка подготовлена Константино-Еленинским женским монастырем. Основу экспозицию составили документы и фотоматериалы из государственных и семейных архивов, рассказывающие о жизни философа Арнацкого. А также прижизненные издания сборников его статей, выступлений и проповедей, предоставленные принимающей стороной. В руках у меня замечательное издание 1915 года, которое называется «Война и Казанский собор», которое освещает деятельность Казанского собора в годы Первой мировой войны. Как раз в эти годы настоятелем собора был священномученик философ Арнацкий. Который организовал на базе собора один из первых лазаретов, благотворительных лазаретов для раненых бойцов российской армии. Мы очень рады, что в наших стенах эта выставка произошла. Мы очень рады, что именно здесь, в Российской национальной библиотеке, сокровищница, хранительница российской письменности, российской культуры, эти материалы представлены, демонстрируются. Очень важно, что они демонстрируются в новом здании, хотя оно привычно и петербуржцам, и всем гостям нашего города, и я не повысить этого слова, всем россиянам. Оно уже не ново, но тем не менее это важно здесь, потому что большая часть посетителей, читателей, вот именно этого нашего здания, это молодежь. В экспозиции представлены документы последних дней жизни батюшки. Его мученическая смерть от безбожной власти вместе с сыновьями запечатлена на иконе, копию которой тоже можно увидеть на выставке. В здании Российской национальной библиотеки выставка будет доступна до 6 ноября. Редактор субтитров А.Семкин